МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Беларуси Александр Лукашенко завтра проведе республиканскую селекторную нараду по пытанях уборки ураджаю. Як поведомляя пресс-служба президента, особливая увага до оселетней уборочной кампании выкликано тем, что на ЯЕ оказывают уплыв неустойливые умовы на дворья. Тому контроль за проведением полевых работ, выник яких уплывая на стан экономичной и харчовой безпеки державы, ведется на высшейшем узровне. Про стан справ доложат керавники регионов, які будут знаходиться на промой сувезе. Протягиваем выпуск. Супрационники милиции распочали проверку предприемства агропромыслового комплекса. Штодионные рейдовые мероприемства проводятся сгодно с отповедным доручением президента Беларуси. Правооховники будут сошить за выконанием правил дорожного руху и перевозки грузов, выявлять факты махлярства и крадежоупалева. Проверки проводятся без папереджения у темлику у выходные дни. В случае выявления недостатков в аграрном комплексе сотрудники милиции будут проводить проверку, выяснять досконально и точно, доходить до самых низов, кто виноват сложившейся ситуации и уже исходя из заключения проверок мы будем привлекать или же не привлекать к ответственности лиц, ответственных за данное направление деятельности. Не бензином, а дзинным. Гомсельмаш распадшал в выпробовании новой модели сбожоуборочного комбайна, которая работает на газомоторном палеве. Техника уникальная для Беларуси и для сусветной практики, потому что никто ранее не выпускал сельскохозяйственную машину на газовом палеве. Как проходят выпробования, те беспечные работы в умах Жнева и какие перспективы у новой машины, доведалась Ганна Ковалева. Пишу в свете, комбайн на газовом палеве вышел на палетке Гомельского района. Сельскохозяйственная машина нового поколения, распроцованная специалистами Гомсельмаши, зараз проходит полевые выпробования. Полная назва – газомоторный сбожоуборочный комбайн GS4118K «Полесе». От проекта до пауновартостной машины отлеглась у год, и вот зараз комбайн робит спершие намолоты. До отправки стояло головное питание, как поведеть себе механизм в суровых умовах Жнева. И сегодня уже есть прикладный отказ. Ну вот мы уже неделю работаем с этим комбайном. По мощности он ничем не уступает серийной технике. Управление все то же самое, как на серийной машине. Установлен только двигатель на газовом оборудовании. По управлению это та же самая серийная техника. Особо проблем никаких нету сейчас, нареканий нету. Газ заховывается у баллона к звугля пластыку. Конструкторы кажут, что на суперокстаратыпом таки комбайн больше беспечны, чем звычайны. Для света газомоторные автомобили не на вина. По некоторых краинах уже колесят легковушки и автобусы на газомоторном палеве. Однако такой сельско-газподарчий машины ранее никто не выпускал. Гэта комбайн одзины. Под белым капотом шесть газовых баллонов и еще два замест палевного бака. Увы, неку объем на 450 кубичных метров стиснутого газу. Гэтага копая на один працонный день без дозаправки. Зараз у регионе усягу некальки мобильных газозаправщиков. Для широкого выкрыстания новых комбайнов гэтага мало. Каб заполнить пробел, треба каля 15 годов. Мэта не из легких, однако, по словах распрацовщиков, гэта работа деля будучине. Тем более, что сход от нафты и бензину до альтернативных видов палева – агульно-сосветная тенденция. Чем интересен газ? Это, во-первых, более экологичное топливо. То есть выхлопы снижены на 70% сегодня соответствуют тем требованиям, которые еще будут введены в Евросоюзе только с 2019 года. И второе преимущество – все-таки сжатый газ. Дешевле, чем дизельное топливо, более чем в два раза. Вот эта разработка выполнена с использованием инновационного фонда Гомельского госполкома. Поэтому интерес есть. До выпуска первой серойной парты и некольких годов широкой презентации потенциальным покупникам ясши не робили. По кулюсе выпробований не завершатся, про это казать рано. Однако уже зараз распроцовку активно подтримливая Газпрам. Тому в перспективе головным замежным покупником станет миновита Россия. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». Сегодня у Гомель пройшли урочистости примиркованные до 25-ти годы органов финансовых расследований. Уж дневни 1992 года яны были створены в составе Министерства финансов Украины. Зараз финансовая милиция заявляется структурным подразделением Комитета державного контроля. Але незалежно от приналежности на протягу усяго перейду и снованне службы, який головная задача – продухеление легализации доходов, які отрымливаются незаконным шляхом, а так само недопушение финансования с гэтых крыниц террористичной дейности. На рахунку правооховников тысячи раскрытых злочинствов. Их это свечення высокого профессионализму, отказности и добросумленного выканания службовых обовязков. У совести с юбилеем шерых супрацовников управления Департамента финансовых расследований по Гомельской области ознагороджены нагрудными знаками выдатник финансовой милиции и 25 год органам финансовых расследований. За 6 месяцев 2017 года орган финансовых расследований Гомельской области взыскано платежей бюджет 2,6 миллиона рублей. Это после динаминации. Конечно, деньги все, которые пришли не из реального сектора экономики, это именно деньги из теневого оборота. Всего выявлено за первое полугодие 88 преступлений. Из них 33 – это тяжкие преступления, 31 – коррупционные направленности в сфере экономики. Бюджет прожиточного минимума у середним на душу насельництва с сегодняшнего дня складая крыхубоч за 197 рублёв 50 копеек. Это на 7,5% больше, по равнанию с попередней величинёй. Какие еще выплаты изменились с первого женивня, расскажет Марина Джалая. Нагадаем, бюджет прожиточного минимума – это норматив индексации дохода у насельництва. И критерии потребностей при вызначении права громадяна держанную адресную социальную допомогу. По сути, это средняя сумма, которая лечится необходимой человеку для задовольнения его базовых потреб. До речи, в Беларуси снижение БПМ не приводит до поменьшения пенсии, допомог и инших выплат, которые вылечиваются с его померой. А вот его повышение локомотивом тягнет за собой изменение выплат. У приватности разом с БПМ повеличились минимальные прационные и социальные пенсии, надбавки, повышения до пенсии, а также допомоги по доглядю за инвалидом первой группы або за особой, которая достигла 80-летнего возраста. А кроме того, с сегодняшнего дня выросла одноразовая допомога в связи с народжением дитя. На первое и на складе крыху больше за 1975 рублев. При народжении другого и наступных детей прикладно 2765 рублев. Повеличились и допомоги на детей до трех годов. Прибавка склала от 17,5 до 22,5 рублев в зависимости от виду допомоги. Марина Джалая, Телерадио, компания «Гомель». Здымочная группа японской телевизийной корпорации NHK разом с жихарами Фукусимы наведала Хойницкий район. Гости ознайомились с работой папера Адоли Ненаступства у Чарнобыльской катастрофы. Своими уражениями яны поделятся у документальном фильме, присвеченным нашему региону. Дмитрий Котов с подробностями. У Хойницким районе членов японской делегации текает усе. От вытворжести продукции до меркования самих жихаров об ситуации на заворуженных территориях. Первый пункт у программы визита – полезкий вытворчий участок открытого акционерного товариства «Милковита». Пытанием радиационной безопасности на предприемстве особливая увага. У сутки на перепроцовку поступает до 200 тонн молока и 500 сыроватки. Деньшая строгий трехступенчатый контроль. На этапе приемки сыровины, подчас вытворчего процесса и на выходе готовой продукции. Начинается входной контроль с молока сырья. Молоко поступает, мы определяем его качество и дальше пускаем его на переработку. Идет сортировка, допустим, на сырце. Значит, молоко сортируется по радиологическим показателям, микробиологическим, ну и физико-химическим показателям. Наступный объект – стралишевская средняя школа имя у Владимира Маршанки. На базе этой установы працует Центр практичной радиологичной культуры. Его головная мета – повышение экологичной адукации и ведов детей, які проживають на забруженных территориях. Для замежных гостей школьники провели презентацию про методы радиоцинной безпеки, а так само на специальном обсталявании проверили продукты харшавания мясцовой вытворчасти. Дареши, подобные визиты не заявляются однобаковыми. Двое наученца австраличевской школы селета наведали краину у заходящего солнца. Попали мы туда благодаря профессору Токийского университета, господин Андо. Он решил провести конференции в четырех разных городах для того, чтобы люди более тянулись к данной теме, чтобы не боялись. Услышали много чего интересного и смогли рассказать о том, как мы правильно питаемся здесь, то, что нам не нужно бояться. Кабраспоксюдить информацию на больше массовую аудиторию, японские журналисты створят документальный фильм, а в своим подороже у Беларусь. О жизни в Беларуси, и в частности в Хойникском районе, я практически ничего не знала. Однако, увидев своими глазами, что сегодня здесь сделано, сильно впечатлилось. Особенно проводимой работой по обучению детей радиологической безопасности. У нас люди в Фукусиме, несмотря на то, что прошло уже длительное время, до сих пор напуганы. Это в основном от незнания. Мы сделаем документальный фильм, задача которого – проинформировать наших жителей о ситуации в Беларуси. И главное – успокоить. Дмитрий Котов, Михаил Рабко, Телерадиокомпания, Гомель, Хойницкий район. Лепш попередить, чем лячить. У Гомеля протягивается информационная-аддукационная акция по профилактике хвороб системы кровозворота. Нагадаем, с такой инициативой выступили городские центры гигиены, эпидемиологии и центральная городская поликлиника. Подчас проведения акции усим жадающим специалисты вымирают артериальный тиск и дадут консультации по профилактике захворываниям, здоровым харчавании и рухальной активности. Можно будет доведаться про свой индекс массы тела и отримать навыки самостоянного вымирения тиску. Первое подобное мероприемство пройдет завтра с 14 до 16 годин на центральном рынке. В ГТШ с 9-го жнивня акция отбудется у супермаркете по адресе Сухого, 2. 16-го жнивня так само с 14 до 16 мероприемство пройдет у супермаркете по улице Мазурова, 79. 23-го жнивня с 11.30 до 13.00 на ведовольника учакают у корпусе завода керованья Гомсельмаш. А последнее в этом месяце мероприемство заплановано на 30-е жнивня. С 14 до 16 акцию проведутся в универмагу Гомель. Сегодня в Беларуси означается один и день студентских отрадов. У Гомеля его отзначили ушанованием лепших бойцов и командиров, митингом и проведением дискуссийного клуба. С активистами руху сустрелся Олег Синцеров. Непосредо первые студентские отрады створили в весну 1959-го. И еще про 4 года в Уральскую область Казахстана в их первый белорусский студентрад, бойцами которого стали 2500 человек. Причем трапить его можно было только по конкурсе. У Гэтым за минулый час до речи изменился не шмат. У отрад гомельских студентов, которые сегодня работали в Всероссийском детском центре Орленок, конкурс складал 10 человек на место. Работа дала в первую очередь опыт, потому что это были первые самостоятельно заработанные деньги, новые знакомства, знакомства в Орленке, потому что там вожатые приезжали из России, со всех регионов России работать. И с некоторыми вожатыми мы до сих пор общаемся. Одна из задач студентрадов – працованная адаптация студентов с мягчимостью отримания первых заробков. За межами Белоруссии они складаются до 800 рублей. У нашей краины в середнем клее 200. Хоть тут шмат залежет от профиля отрада, непосредственно у Гомбской в области есть своя специализация – работа у сельгаз в подприемствах. Это уборка урожая, зерноток, все, что связано с сельским хозяйством. Как раз вот август и начало сентября – это те пиковые месяцы, когда основная масса молодежи у нас подмечается к студотрядовскому движению. Но уже на сегодняшний день более полутора тысяч человек уже отработали в студенческих отрядах. Это и выездные отряды за пределы Республики Беларусь и строительство атомной электростанции. Также у нас трудятся отряды на строительстве нашей детской областной клинической больницы. Починающиеся с 1963 года студенты почали працевать не только на будовничьих объектах, а также и педагогами в школах, проводниками на чагунце, продавцами в крамах и навык займались рыболовством. Зараз все больше значное распрощадывание отрымываются волонтерские отрады. Их задача – доброго порадкования территорий и оказание бесплатной допомоги ухим, кто мое потребу, от выхованцев детячих домов до ветеранов. Это не за рублем пошли люди. Это на самом деле люди работают в плане действительно искренне, душевного отношения к тому, что они делают. Уход за этими ветеранами, помощь за больными, за детскими домами – это здорово. Не глядя, что на то, что белорусский суд отрадовский рух в мае больше 50-ти годов в опыт пыльные проблемы застаются, сегодня, например, областная организация БРСМ выступила с пропоновой унести изменения у законодавства, что регулирует створение отрадов. У некоторых моментах и оно настолько складанное, что на местах особные отрады просто не поспевают своечасово сформировать. Терет питания, уякие так само огучили подчас работы ДРО «Клуба», вертание дадены суд отрадовской формы и створение системы льгот из-за охвачивания для лепших бойцов и командиров. И еще одна идея, якая уже огучилась, а лепокуль нияк не реализуется, створение постоянно дейучей памятной экспозиции. У День белорусских студентских отрадов у Гомель знову звернулися до идеи створения музея суд отрадовского руха. Экспонаты есть, у темляку вельми редкие, передачи готовые як ветераны руху, так и сучасные бойцы. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадио-компания «Гомель». Гэта и иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tsivergomel.by Далее в эфиры «Спортив нагляд» с новинами «Спорт» это у вас познаемец Максим Савин.